Хочу обратить ваше внимание, что одышка не так безобидна, как кажется. И если она появилась, то это сигнал вашего организма, что нужно пройти обследование и обратиться к врачу. Здравствуйте, меня зовут Павлова Екатерина Александровна, я врач-кардиолог клиники Реал. И сегодня я бы хотела с вами обсудить синдром одышки или затрудненного дыхания. Если у вас появилась одышка, при обычной вашей жизни вы одеваетесь, заправляете кровать, чистите зубы, то есть минимальная физическая нагрузка, и это стало вызывать одышку, то это повод обратиться к врачу. Одышка может возникать по трем крупным основным причинам. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, это заболевания легких и какие-то дефициты, которые чаще всего это железодефицит на анемии или снижение уровня железа. Как эту одышку мы можем дифференцировать? То есть если одышка возникает при физической нагрузке, больше обычной, то нужно обязательно измерить в этот момент пульс и артериальное давление. То есть если это заболевание сердечно-сосудистой системы, то возможно у вас будет учащенный пульс и повышение артериального давления. Если у вас это заболевание легочной системы, то тогда вам нужно обратить внимание, что затруднен вдох или выдох. Чаще всего при заболеваниях дыхательной системы затруднен выдох. То есть вы не можете выдохнуть. То есть вы вдыхаете, но выдох затруднен. В этой ситуации тоже нужно обратиться к врачу и пройти обследование функцию внешнего дыхания и обязательно компьютерную томографию или рентгенографию органов грудной клетки. И если одышка эта связана с физической нагрузкой, но при этом у вас есть общая слабость, бледность кожных покровов, если вы посмотрите свои слизистые в ротовой полости или конъюнктивы, и они бледные, то это можно заподозрить тогда дефицитарное состояние. Чаще всего это либо дефицит железа или витаминов группы В12, или фолиевой кислоты, либо микроэлементов. В этой ситуации тоже нужно обратиться к врачу и сдать определенный перечень обследований, который нам поможет восполнить недостающие витамины и микроэлементы и проследить динамику одышки. Я как кардиолог, если пациент обращается ко мне с одышкой, обязательно провожу физикальное обследование пациента, что оно в себя включает. То есть есть возможность послушать пациента с помощью фонендоскопа, сделать полный осмотр организма, и уже после осмотра мы примем решение, какой перечень необходимых обследований нужно будет сделать. Если это кардиологический профиль, то это ЭКГ, исследование УЗИ сердца, если есть в нем необходимость, обязательно рентгенографию органов грудной клетки. И при необходимости, если при физикальном обследовании будет слышно, что есть какое-то изменение в легочной ткани, то тогда вам понадобится сделать функцию внешнего дыхания. Если мы обсуждаем сердечную недостаточность, и в рамках сердечной недостаточности одышку, то терапия, скорее всего, займет достаточно длительное время, потому что нужно будет восстановить функцию сердечной мышцы, если это есть необходимость, или ритм, это может быть на фоне нарушения ритма, или компенсировать артериальное давление. То есть мы будем заниматься основной проблемой по сердечно-сосудистой системе. И одышка – это будет критерий, по которому мы точно поймем, на какой стадии. Если одышка уйдет, значит, наше заболевание с вами основное компенсировано, и уже мы будем дальше оставаться в стабильном состоянии. И если на фоне подобранной терапии одышка возникнет снова, то это повод обратиться к врачу для изменения терапии или назначения каких-то дополнительных препаратов. Продолжение следует...